Валя и Шип могут встретиться на вечеринке Димаса и Ани. Настя Рыжик стала участницей Хайпхауса. Дримтим проигнорировали день рождения Дианы Астер. Клава Кока сделала сюрприз к виду, а в Тереге появились донаты. Всем привет, это канал Окблогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Пока я вам вчера рассказывал, какая Клава Кока трудолюбивая и много работает, она тем временем улетела в Дубай. Её давно туда звали все знакомые, чтобы потусить в общей компании, а больше же всего ждал певицу Егор Крид. Бустер, зная это, сделал ему сюрприз, девушка заранее приехала в Эмираты и заявилась на стрим. Но прям ярких эмоций от Егора получить не удалось, так как эту новость за день рэперу рассказал Миша Литвин. Ты здесь? Да, да. Всё? Чё, брат, я могу смотреть? Я понял, Клава Кока! Ай-яй-яй-яй-яй! Привет! 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 Ты ожидал? От сюрприза в жизни за свои 19 лет несколько раз была в шоке Соня Слипи. Девушка признала, что ей делали предложение руки и сердца аж три раза. Кто конкретно решался на такие шаги, она раскрывать не стала. Из публичных же отношений мы точно знаем только о Никите Затаусте, возможно, именно он хотел пойти на такой серьёзный шаг. До дня рождения Дианы Астера ещё почти месяц, но она уже расстроилась, что он у неё пройдёт плохо. Последние два года Барби праздновала в компании Дрим Тима, а других друзей за всё это время в Москве у неё так и не появилось. Сейчас почти все разъехались по миру, а в апреле вообще никого из ребят не будет в городе. Каково это узнать, что на твой дырой 19 апреля никого не будет в Москве? Я два года отмечала день рождения с Дрим Тима, а сейчас никого не будет. Я даже не хочу уже ничего отмечать теперь, потому что никто не придёт. Ди также не выдержала и высказалась по поводу высказываний Насти Рыжек в адрес бывшей команды. Это говорит человек, который ушёл в другое агентство из-за денег? Конечно, чтобы оправдать своё предательство, любой человек будет обвинять других, а не признается честно. Ребят, простите, я реально, ну я реально не хотела человека грязью поливать, я не хотела это всё говорить. Но просто когда человек сам начинает поливать грязью других, я просто не знаю, как можно молчать, ну как, ну... Рыжика же успели записать в участники хайпхауса. Мне в предложку прислали скрины из роликов Юлии и Кати, на которых присутствует девушка, очень похожая на Настю. Это, конечно же, не она и не новая участница, которую давно обещали показать ребята, а просто один из менеджеров, регулярно работающий с девочками. Эмили Дикий Даник ещё до начала ситуации в Украине успели дать интервью для канала Да-да-нет-нет. Парни откровенно отвечали на все вопросы и не побоялись рассказать, сколько зарабатывают. Основной доход, как и многим ютуберам, им приносила монетизация. Даник честно ответил, что цифры варьируются в районе 10 тысяч долларов. То есть у тебя в месяц монета может быть просто гигантских размеров, а может месяц быть прям очень скромная. Я просто в долларах же смотрю обычно монетизацию. Хорошо, что не в тинге. Ну тысяч, наверное, 10, наверное. Долларов. Не все заработанные деньги идут в карман к парням. Они оба находятся под личным продюсированием Димы Масленникова, который помогает с каналами какими-то идеями, но и старается везде рекламировать. Контрактов никаких нет, всё происходит по дружеской договорённости. Ну то есть вы не подписывали контракт? Мы не подписывали контракт. А, у вас понятийная такая штука. Да, только Даник же говорил, в первую очередь мы друзья. У нас условно есть... Ну ладно, вы меня немного удивили. Ещё осталось достаточно много людей, которые ждут встречи бывшей парочки Вали Карнавал и Егора Шипа. За два года с момента расставания они так ни разу не поговорили даже по-дружески. Но такая возможность у них появится на гендер-пати Димаса Блога и Ани Щук. Вчера ребята официально пригласили Шипа, а также всех ребят из Хайпхауса, в том числе и Заира. Ребяток из Хайпхауса я тоже приглашаю на своё празднование. Юлю, Катю, Германа, Валю, всех-всех-всех зову. Хочу выделить особенно Заира, вот, чтобы он приехал. Мой почётный гость. Так что жду тебя. У Насти Ивлеевой были большие планы на этот год, связанные с Ютубом. Девушка планировала вложить все свои силы и большое количество средств для съёмок нового сезона Агент Шоу. Сейчас же она все проекты временно поставила на паузу, так как непонятно, как всё это окупать без рекламодателей. А самое важное, пока что нет площадки, которая в случае блокировки Ютуба полностью её заменит. Сейчас вообще непонятно, типа, как туда что-то заливать, как это всё будет по просмотрам и так далее. Я решила, что начну с Инстаграма, хотя вообще непонятно тоже, какое у него будет будущее, потому что охваты упали, всё вообще в каком-то очке. Но главное не надо сдаваться. Попытки заменить Ютуб начал делать Телеграм. Вчера там запустился бот с донатами для подписчиков. Теперь любой владелец канала может разместить у себя вот такое сообщение, а желающие, введя данные карты, сделать небольшое пожертвование. Взамен вы можете получить подписку на какой-то закрытый Телеграм-канал, где как раз можно заливать видосы с того же Ютуба. Либо личную переписку с блогером. Аня Покров, например, отправляет в личку видео приветы, но не всем, а только выборочно. Сашуля, привет тебе огромный, это Аня Покров. Обнимаю тебя, целую, никогда не грусти. Я же пока на случай блокировки Ютуба не рассматриваю донаты, а тестирую другие площадки. Самое важное, даже если всё заблокируют, я не перестану выкладывать ролики на Ютуб. У вас всегда будет возможность посмотреть их с помощью VPN. Ну и чуть меньше половины моих зрителей не из России, а у вас-то всё продолжит работать. Но если вам будет лень пользоваться VPN или вы этого делать не умеете, ролики я теперь буду заливать ещё в отдельную группу ВК. А также многие просили завести канал на Яндекс.Дзене, там теперь тоже можно будет посмотреть и подписаться. Все ссылки оставлю ниже в описании и в закреплённом комментарии. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.